В этом видео познакомимся с такой конструкцией, как и в Then Else. Это можно перевести как Если, то иначе. То есть, если идет какое-то условие, то если это выполняется, то выполняются какие-то определенные действия. И если, то есть, если условие не выполняется, то выполняются какие-то другие действия. Эта конструкция присутствует во всех языках программирования. И сейчас на примере вам все станет понятно. Допустим, есть какой-то ученик, да, оценка. И он принес оценку, допустим, 4. Для условности представим, что у нас оценка 4 и 5 это хорошо, а 3, 2, 1 это плохо. То есть, все, что больше 3 это хорошо, все, что меньше 4 это плохо. Итак, запишем новую процедуру. Как всегда пишем sub, new, давайте назовем if, then, else. Есть. Итак, первое. Это нам надо условия. Пишем if. Далее записываем условия. Range. Какой у нас range? Это наша, вот эта ячейка, B5 получается. B5. Получается, если больше, чем 3, then, то надо выполнить какие-то определенные действия. А действие у нас будет следующее. Мы в ячейку E5 пишем range E5. Точка value. Запишем следующее значение. Молодец. Да. Далее запишем следующее. Else. В противном случае мы запишем следующее. И теперь нам надо вот эту конструкцию if закончить. Пишем and if. And if. Так, подровняем код. Вот эти вот моменты. Советую сдвигать табуляции. Оставлять вот эти вот ключевые слова. If, else, and if. Итак, запустим код. Посмотрим, что у нас произойдет. Видим, да. В ячейке E5 у нас записалось значение молодец. Почему это произошло? Первое, что произошло. Происходит сверка. Range B5. То есть, значение в ячейке B5 больше, чем 3. 4 больше, чем 3. Значит, выполняется вот это условие. А вот это условие не выполняется. То есть, у нас вот это выполнилось. И в ячейке E5 записалась фраза молодец. А теперь давайте изменим на двойку. То есть, оценка у нас стала двойкой. И запускаем. У нас стало плохо. Почему это произошло? Потому что теперь сравнивается значение из ячейки B5. Это двойка. Двойка больше, чем 3. Нет, не больше. Значит, вот это условие не выполняется. А выполняется условие, которое находится в блоке ELSE. А в блоке ELSE у нас записано следующее. В ячейку E5 вписать значение плохо. Вот, собственно, такой пример у нас. Если вы не сталкивались еще с такой конструкцией, как и в ZEN ELSE, попробуйте с другими цифрами. Придумайте себе другие задачки. Допустим, да, там у нас зарплата 2000 долларов. Это хорошая зарплата или маленькая, да? Тогда мы напишем условие. Если зарплата больше, чем 1500 долларов, то мы молодец. Видим, да? Если же у нас зарплата 100 долларов, то это плохо. Надо работать еще. В общем, придумайте себе задачки, порешайте. И я думаю, вы с этим разберетесь. Разберетесь.